Сегодня хочу рассказать о еще одной селке точного высева с работой которой я познакомился вот на этом поле и что меня здесь очень заинтересовало, когда я впервые увидел это поле что нету практически следов от деятельности селки нет следов от сочников, нету никаких борозд нету никаких следов от прикатывающих катков посмотрим повнимательнее на это поле на этом поле был посеян подсолнечник до этого поле было несколько лет в забросе практически не видно деятельности работы сочников что само по себе, хотя я знаю, что село здесь в конце марта подсолнечник когда была очень сырая почва и я обратил внимание, что очень хорошо прорезано и нету практически следов работы селки тут сейчас и сорняки что, насколько я знаю, для этого поля не проблема потому что это подсолнечник устойчивый к кевролайтингу скоро будет обработка и все это снимется но самое главное, что очень хорошо прорезано больше всего меня поразило то, что когда я стал общаться с хозяином этой селки я узнал, что селка-то эта не предназначена для технологии наутил тем не менее, она очень хорошо посеяла в необработанную почву конечно, здесь есть вопросы селка не очень прорезала отлично но закрытие борозды было не очень, не на 5 баллов но тем не менее, сходы есть и я думаю, при достаточной подготовке селки и ее регулировки можно достигать хороших результатов но сейчас я вижу ситуацию совершенно другая, чем та, которую мы видели на том поле вот здесь, если здесь прорезано, почти не видно но рядом мы видим ряды, которые очень открыты видимо, это связано с тем, что там еще удобрение сочник работает здесь сеются опыты поэтому постоянно селка очищается, снимается, снимается вот по устройству селки здесь диск высевающий, прикатывающие катки, опорные колеса и вот сочник для внесения удобрения, который идет 5 сантиметров сбоку от сочника, который сеет и вот он именно и дает вот это вот выбрасывает мокрую почву перед сочником и иногда мы видим то, что не совсем так безукоризненно получается прикатывающие колеса гладкие, опорные колеса земля влажная, поэтому видим, что немножко налипает, но тем не менее есть чистики и вот здесь высевающий диск идет прямо за диском и которые разрывают почву на скорости иначе . . Сирилка называется Гаспарда МТ-8 Это итальянское производство Но она позиционируется не как сирилка для прямого посева? Ну да, она больше позиционируется как минимальная оборудование и классическая технология А как пришла идея сирилка сеять по нулю? Ну, когда я увидел конструктивные особенности сирилки То есть дисковый сошник То как бы вспомнилась история Когда-то там в 2011-2012 году Сеял я подсолнечник сейлкой Как же она у нас называется? Ну, короче, американская сейлка типа гринплея Она была для ноутила с турбодиском И у нас была такая проблема, что весной при посеве этот турбодиск поднимал влагу И как бы получалось залипание высевающего диска Поэтому было тогда принято решение снять этот турбодиск Мы сняли турбодиск и пошла работа То есть когда я увидел вот эту сейлку Ну и вспоминая эту историю И понимая, что у нас весной достаточно влажная земля И она в принципе не такая уж уплотненная Поэтому на свой страх и риск Была как бы приобретена эта сейлка И ну как бы в прошлом году В этом году я ее испытал уже на наутиле В принципе, может быть она не так сеет, как бы хотелось Ну свою, мне кажется, функцию она выполняет То есть прорезает эти растительные остатки И как бы укладывает семена, расставляет как-то так И контрольный вопрос, самый интересный Который, наверное, всех интересует Потому что стоимость сейлки для прямого посева Это очень высокая обычно А вот эта сейлка по цене Если сравнивать ее с сейлкой прямого посева Если сравнивать ее с сейлкой прямого посева той же фирмы То она как минимум в 2,5-3 раза получается дешевле Чем сейлка для прямого посева И при этом справляется с задачей посева При этом она справляется с необработанной почвы Ну это большой плюс этой сейлки Поэтому я думаю, это может быть вполне интересно Тем людям, у которых нет ресурсов для приобретения Уже полноценной сейлки для прямого посева Это как компромиссный вариант И как я вижу на поле вполне приемлемый Интересно посмотреть и расстановку А на какой скорости вы сеете? Ну, сеем на скорости 10 км в час Ну и при этом И при этом качество не страдает Потому что обычно говорят, что 8 надо не больше Ну, попробовали и 8, и 7, и 9, и 10 Если поля позволяют ездить, то на скорости 10 км в час Если это относительно ровная поверхность То расстановка не страдает Да, то есть конструктивно сделано так, что семя не касается с диском Поэтому качество не страдает от скорости Интересно, это тоже большой плюс Больше производительность, больше скорость, больше производительность Червяки здесь Как и положено Какого расстояния у нас здесь? Ну, где-то 28 сантиметров Да, планирую воду Где-то вообще Подсолнечник 2 года назад Гибрид дуэт В него все или по методу Зеленского Испорцет, бинарный пасем С Испорцетом боремся до сих пор И безуспешно? Практически да Заелся Клифосатый, прекрасно себя чувствует Вот Ясколка ушла Ну, все ушло А Испорцет Жизнь здоров Все сейчас выгрузят Опыты по кукурузе На вас посмотревший захотелось Ну, рентабельная культура интересная Сколько лет вы уже на наутили? На этом поле 4 года Есть поля 6 В целом, если подвести итог Я, честно говоря, удивлен Что селка Гаспарда Которая сделана не для прямого посева Справилась с задачей Посеяла в необработанную почву Вот поле с подсулочком было видно И здесь еще она выполняет задачу Внесения удобрения 5 сантиметров Сбоку от водка Это тоже большой плюс И Видно, что Иногда есть проблемы Когда Сошник для удобрений Почву Раскрывает И потом Сверху Нету Пожниных остатков Но Много городов Где удалось Вот как здесь Практически Выполнить безукоризненно Но учитывая то Что Стоимость селки Намного дешевле Чем Селка для прямого посева И при этом Есть возможность Посеять Без обработки почвы Это Большой Плюс И Альтернатива Для тех Кто не может купить Селку Заточенную Именно По прямой посев